Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Мы продолжаем изучение раздела «Традиции и фольклор». Отгадайте загадку. Зеленоглаза, весела, девица-красавица. Нам в подарок принесла то, что всем понравится. Зелень – листья, нам тепло, волшебство, что все цвело. След ей прилетели птицы, песни петь все мастерицы. Догадались, кто она? Правильно, это весна. У разных народов встреча весны сопровождалась особыми обрядами. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как весну встречали и зазывали по старой традиции русского народа. На уроке нам встретятся новые слова. Запомните их. Закличка. Небольшое стихотворение-песенка, сопровождаемое игровыми действиями. По народному календарю 21 марта зима кончается, весна начинается, день с ночью равняется. Ребята, по каким признакам мы чувствуем приближение весны? Молодцы! А теперь поиграем. Игра «да-нет». Я читаю высказывание. Если вы с ним согласны, отвечаете «да», если не согласны – «нет». Весной день становится короче, ночь длиннее. Солнышко ярче светит и греет. Птицы улетают в тёплые края. Распускаются листочки. День прибывает, ночь убывает. Люди собирают урожай. Тает снег, бегут ручьи. С деревьев опадают листья. Прилетают птицы. Проверим задание. День становится короче, ночь длиннее. Нет. Нет. Солнышко ярче светит и греет. Да. Птицы улетают в тёплые края. Нет. Распускаются листочки. Да. День прибывает, ночь убывает. Да. Люди собирают урожай. Нет. Тает снег, бегут ручьи. Да. С деревьев опадают листья. Нет. Прилетают птицы. Да. Молодцы, ребята. В марте из дальних стран начинают прилетать птицы. В старину люди верили, что именно с прилетом птиц наступает весна. Русская пословица говорит, как птицы прилетят, так теплота пойдёт. Больше всего на Руси почитали жаворонка, как первого вестника весны. 22 марта празднует старинный славянский праздник – жаворонок. Считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки, а за ними летят и другие перелётные птицы. Чтобы приблизить приход весны, дети делали своими руками игрушки – жаворонки. Вместе со взрослыми пекли птичек из теста. Выбегали на улицу, выкрикивали песенки-заклички, звали жаворонков, а с ними и весну. Печёных жаворонков посылали родным и близким, чтобы весна, свет и тепло пришли и к ним. Прочитай и ответь на вопросы. Упражнение первое, страница тридцатая. Просмотрите картинку и прочитайте закличку. Жаворонок, прилети, холодную зиму унеси, тёплую весну принеси. Зима нам надоела, весь хлеб у нас поела. О чём просят дети? Найдите слова-рифмы. Найдите глаголы прошедшего времени и определите род. Проверяем. Дети просят жаворонка унести холодную зиму и принести тёплую весну. Слова-рифмы унеси-принеси, надоела-поела. Надоела-поела – глаголы прошедшего времени женского рода. Хоровод-ручеёк. Упражнение четвёртое, страница тридцать первая. Ещё одна из примет весны – это повсюду текущие ручейки. Чтобы быстрее таял снег, дети и взрослые на Руси играли в игру обряд «Ручеёк». Эта старинная игра-обряд символизировала таяние снега. Солнышко согрело землю, растаял снег, всюду побежали журчащие ручейки. Дети и молодые люди входили играть в ручеёк. Это очень весёлая и увлекательная игра. Запомните правила игры. Нужно встать парами, взяться за руки и поднять их вверх, чтобы получился ручеёк. Ведущий входит в ручеёк и берёт себе пару. Кто остался один, тот и водит, выбирая себе, кого захочет. Так и бежит ручеёк вперёд и вперёд. И вместе с этим бегом приближается весна. Спеши в тетрадь. Упражнение 5, страница 31. Запишите предложение. Звенят, поют, торопятся звонкие ручейки. Найдите глаголы. Определите время глаголов. Проверяем задание. Звенят, поют, торопятся глаголы настоящего времени. Правильно. Молодцы. Вы успешно справились с заданием. А теперь выполним физминутку. Вы, наверное, устали? Ну, тогда все дружно встали. Ножками потопали, ручками похлопали, покрутились, повертелись. Из-за парты все уселись. Глазки крепко закрываем, дружно до пяти считаем. Открываем, поморгаем и работать продолжаем. Продолжим работу. Сравни. Упражнение 5, страница 31. Послушайте тексты двух стихотворений. Чем они похожи? Я веселый ручеек, пробегу я сто дорог, рад и солнцу, и грачу. Я журчу, журчу, журчу. Жаворонок полевой. Нет певца чудесней. В чистом поле домик твой, в ясном небе, песня. Чему рад ручеек? Где домик жаворонка? Какие глаголы рассказывают о действии ручейка весной? Какие прилагательные подходят к образу жаворонка? Воспользуйтесь подсказкой. Полевой, ласковый, чудесный, здоровый. Запишите глаголы и прилагательные в тетрадь. Проверьте задание. Ручеек рад солнцу, и грачу. Домик жаворонка в чистом поле. Глаголы пробегу, журчу. Прилагательные полевой, чудесный. Молодцы, ребята. Вот и подходит к концу наш урок. Ребята, выберите картинку и оцените свою работу на уроке. Солнышко, мне всё удалось. Солнышко и тучка, мне не всё удалось. Тучка, мне ничего не удалось. Молодцы, ребята. Вы все сегодня хорошо поработали. А теперь запишите домашнее задание. Упражнение второе, страница 30. Нужно выписать глаголы, определить время. Урок окончен. До свидания. Упражнение. Упражнение.